Украинским беженцам хотят предложить переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Такую инициативу группы депутатов Госдумы от КПРФ поддержала Минвостокразвития. Какова перспектива такой инициативы, найдутся ли желающие переехать и что пытаются решить таким образом правительство, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член партии ДЕЛА Юрий Крупнов. Основная проблема во всех этих решениях, даже не первоначальные какие-то снижающие льготы, а критически низкая занятость населения на Дальнем Востоке. Пугает как раз то, что Минвостокразвития в лице его чиновников и агентов по человеческому капиталу новому делает абсолютно неадекватные заявления про то, что на каждого возможного переселенца по три вакансии приходится в службах занятости. Эти вакансии все очень недоброкачественные. Каждая такая вакансия, как правило, не представляет интереса какого-либо для молодого, здорового, работоспособного человека и, безусловно, не может выступать в какой-то долгосрочной линии занятости. Если мы хотим, неважно, украинцев переселить или гектаром заманить людей из Запада Российской Федерации на Дальний Восток, нам все равно придется создавать производительные силы, рабочие места, промышленные предприятия. По словам эксперта, правительство предлагает сейчас те же условия, решившим поехать на развитие региона, какие были при Столыпине сто лет назад. Однако сейчас не получится развиваться ведением натурального хозяйства. Люди не приспособлены к этому. А с другой стороны, их потенциал куда выше потенциала малоземельных крестьян. Зачем отказываться от этого? Но правительство и чиновники такими инициативами делают вид, что работают. Это только пиар, уверен эксперт. Все решают вопрос по сути внутренней политики. Все рассказывают, что мы заботимся о жителях Украины в отличие от правительства Украины. Это пиар, понимаете? Это есть способ существования общества спектакля, нынешней управляющей системой. Ни за что не отвечать, никакие цифры не говорить, никаких ответственных ни за что не назначать. Первое и самое главное, все-таки еще раз, нам нужно людям создавать рабочие места. Поэтому нужна новая индустриализация, включать туда молодежь, прежде всего, подключать вузы и так далее. Без этого ничего не будет. Поведение нынешних чиновников – это результат того самого стремления конца 80-х годов к пресловутому рынку. Но понимали его тогда? Как-то по-своему. Все хотели перестать усердно по-советски работать, но зажить вдруг богато, как в Германии. И вот уже более 25 лет никто не занимается хозяйством. Как считает Юрий Крупнов, это управленческий дефолт. Это говорит о катастрофе управления. Реально люди занимаются пиаром. Советский период, он в этом плане все более разительно кажется неадекватным, потому что секретарии райкомов отчитывали, что они взяли еще одну школу, еще одну больницу, еще один фельдшерский пункт, еще один завод. А сейчас отчитываются пиаром и тем, что закрыли еще одну больницу, оптимизировали. Закрыли еще один фельдшерский пункт. Это как раз пункты, по которым люди ждут какого-то вознаграждения, повышения художественных. Это управленческий дефолт просто. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».